Здравствуйте! Вашему вниманию программа «Ресурсы». В сегодняшнем выпуске мы поговорим об энергосбережении и энергоэффективности. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Более 20 миллионов долларов выделит Всемирный банк для оказания поддержки Казахстана в реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности. К такой договоренности стороны пришли благодаря осуществлению широкомасштабных мер по развитию энергоотрасли, которые активно ведутся в стране в последние годы. Если быть точным, всего Всемирный банк в качестве гранта выделяет 21,7 миллионов долларов, из которых на инвестирование в повышение энергоэффективности государственных и социально значимых объектов будут выделены 19,7 миллионов долларов. На техническую помощь 4 миллиона долларов. Всего в период с 2014 по 2017 год планируется реализовать 75 проектов по модернизации социально значимых объектов. Всемирный банк выделяет грант Республики Казахстан на реализацию определенных проектов в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Это, конечно, пилотные проекты будут там больницы, школы. То есть покажется мировой опыт, как надо экономить, как надо эффективно использовать энергоресурсы на бюджетных организациях. Плюс помощь будет в разработке нормативных документов, других материалов, правил для реализации разных инструментов по энергоэффективности. Важно отметить, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Соральш Кумар Джа накануне высказал мнение о том, что Казахстану необходимо активнее привлекать частный сектор в энергоотрасль в рамках программы энергоэффективность 2020. С этим, в свою очередь, согласился первый вице-министр профильного ведомства Альберт Рау. Я полностью согласен, поскольку у нас те сегодня законы и нормативы, которые есть, они больше носят характер кнута с пряником, имеется в виду стимулирование финансовой помощи и так далее, у нас как бы проблемы. Поэтому сегодня уже в правительстве находится закон, изменение в закон об энергосбережении энергоэффективности, где законодательно закреплен такое понятие, как энергосервисная компания, о чем как раз и имелось в виду. То есть тогда мы сможем привлечь частный бизнес, которым будет выгодно инвестировать в мероприятие по энергоэффективности, но самое главное, чтобы был законодательно закреплен механизм возврата. То есть сэкономил, а с этой суммой, соответственно, он получил обратно свои деньги. Напомню, привлечение инвестиций в отечественную экономику – это только одна часть из тех задач, которые стоят перед правительством. Глава государства, в частности, поручил достичь определенных показателей в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Таким образом, задачи перед правительством и МИНТ можно разделить на две группы. Первая – снизить энергоемкость ВВП Казахстана в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. На 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году. Второй – снизить энергоемкость ВВП Казахстана в два раза к 2050 году. Для осуществления вышеуказанных задач профильные ведомства развернули масштабные мероприятия от энергоаудирования по республике и открытия 13 центров о переподготовке и повышении квалификации кадров в области энергосбережения, где уже обучились порядка полутора тысяч специалистов до создания казахстанско-германского центра энергоэффективности, который должен заработать уже в текущем году. Добавлю, что для реализации поручений главы государства по энергоэффективности созданный в прошлом году Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства планирует в скором будущем обеспечить всю страну стопроцентной установкой приборами учета тепловой энергии, тогда как сегодня этот показатель достигает лишь 20%. На сегодняшний день объявленный уставный капитал составляет 55 миллиардов тенге и из них в текущем году в качестве оплаты уставного капитала из республиканского бюджета выделяется 8 миллиардов тенге. Эти 8 миллиардов тенге предназначены для финансирования такого энергоэффективного проекта, проекта, на который особое внимание обращает глава государства, это финансирование, установка приборов учета тепловой энергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова